Доброго времени суток! У микрофона Даниил Добро. Вы на канале Быстрый ПК. Поговорим о пиратстве в интернете. Пиратство это незаконное распространение и копирование информации, защищенной авторским правом. В том числе перепродажа купленного контента. По факту за это могут дать реальный срок, особенно если вы используете пиратские сломанные программы или операционную систему. Да, можно отделаться крупным штрафом, но компьютер и носители конфискуют, то есть заберут. И это полностью законно. Такие строгие законы. Под видео оставлю ссылку, где подробно рассказано про ответственность за нарушение авторских прав. Чем пиратство еще плохо? Для автора это плохо тем, что автор теряет часть потребителей и значит часть дохода. Хотя есть продукты, которые постоянно совершенствуются, то это уже не так сильно влияет на доход. Хотя некоторые качают пиратку и если продукт понравился, то покупают. Да, кстати, на Телеграм и ВК, а также Одноклассниках можно найти пиратские копии фильмов. Не только. Видимо, пиратство будет всегда. И каждая соцсеть сейчас уже начинает бороться с этим пиратством, в том числе и Телеграм. Поэтому, скорее всего, через какое-то время в соцсетях будет этого пиратского контента все меньше и меньше. Часто пираты зарабатывают в рекламе или встраивают в программы вируса. Совет. Если вы боитесь подспить вирус, а ваш ПК достаточно мощный, то используйте виртуальную машину. Для этого нужно включить виртуализацию в BIOS или в UEFI. У вас будет виртуальная среда и это по факту отдельная система. К сожалению, видеоигры, запущенные таким образом, будут тормозить даже на мощных компьютерах. Я же считаю, что пиратство это плохо для авторов. Хотя это повод автору сделать пробную версию контента или с ограничениями. Не каждый готов платить сразу без проверки на своем компьютере. Или же программа нужна на один раз. Хотя некоторые думают, что если они и так платят за интернет, и контент должен быть весь бесплатный. Хотя в этом случае стоит понять одно, что автор тоже платит за интернет, а сервера, на которых все это хранится, тоже нужно обслуживать. Только крупные компании предлагают бесплатно свои площадки и контент за вашу персональную информацию. Эту информацию они продают рекламодателям и на ее основе высылают вам рекламу. Всем хорошо, пользователь узнал о товаре и приобрел его. Все в плюсе. Хотя вероятность утечки ваших личных данных мошенникам тоже повышается. И это главный минус этой схемы. В общем, в любом случае, от утечек данных нельзя полностью защититься. Даже хакеров ловят, хотя те хорошо знают об слежке в сети. В общем, я думаю, пиратство это однозначно плохо. Хотя иногда нет иного выбора. В итоге только автор может тем или иным способом защитить свой контент. А как это сделать? Самый простой способ взять пример с крупных компаний и зарабатывать на рекламе. Можно еще свой товар рекламировать. Хотя рекламу тоже народ блокирует. На мой взгляд, реклама должна соответствовать тематике контента. Это не так раздражает потребителя и реклама будет в этом случае работать. Что не менее важно. Также можно везде указывать источник или ресурс, где контент был размещен. Такой контент сложнее скопировать и выдать за оригинал. В общем, если даже взяли из открытого источника, то оставьте на него ссылку. Не следует выдавать чужое за свое. Если этого не делать, то вы нарушаете авторские права. И в большинстве случаев лучше взять короткий фрагмент и предложить перейти по ссылке. Хотя тип защиты может отличаться от контента. В то же время вопрос с авторскими правами так и не решен полностью. Авторские права мешают получать полезные знания, что может тормозить развитие общества в целом. Поэтому я считаю, что большая часть контента должна быть в открытом доступе. Особенно из научной и учебной тематики. Да, пиратство началось еще до интернета. В виде продажи нелицензионных копий. Хотя сейчас подобная деятельность тоже осталась. Но по большей части только в интернете. Так как скопировать там гораздо проще. Думаю, я подробно изложил эту тему. И вы теперь знаете все об пиратстве. Я же использую для скачивания через торрент программу Transmission. И ссылка в описании под видео. Да, Linux часто так распространяют. И это уже не пиратство. Так как этот способ доступен на официальном сайте. Программа бесплатная и разрабатывается на средства с донатов. А также можете написать в комментариях под видео, что вам интересно узнать о компьютере. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!